Здарова народ, с вами Кирилл Сокаст Здарова пожаловать на канал CryptoGamers В этом видео поговорим про SpiderTanks Это будет полноценный гайд по данному проекту Расскажу как зарабатывать без вложений, на чем строится заработок как достичь максимальных результатов, ну и в принципе вообще по всем механизмам которые присутствуют в игре На данный момент это наверное один из лучших проектов для того чтобы просто зайти новичку который не знаком с Web3 индустрией, кто хочет понять как устроена вот эта система играй и зарабатывай и танки это идеальный вариант для как раз таки таких новичков в принципе все максимально просто будет интуитивно понятно после того как вы посмотрите ролик и начнете уже вникать в Web3 технологии хочу еще сказать огромную благодарность выразить моему подписчику Ивану потому что он поделился часть информации которая будет в этом ролике спасибо ну и по традиции перед началом лайк, подписка, любой комментарий для продвижения контента SpiderTanks находится на платформе Gala Games Gala Games это ведущая Web3 платформа по Play2Earnу то есть играй и зарабатывай у нее как видите большое количество разных проектов есть проекты которые лично разрабатывает Gala Games это Tone Star который уже работает симулятор стратегии есть Mirandus плюс не так давно купили мобильную студию в которой есть игра Dragon Strike все остальные игры которые мы видим это делали другие студии но они под правилами Gala Games размещаются есть там совместные токены есть маркет и так далее если приводить пример в Web2 то это Steam Epic Games только Gala Games это как раз таки платформа на Web3 это если вкратце про саму платформу после того как мы познакомились с платформой Gala Games нам нужно будет пройти регистрацию если мы до этого уже имеем аккаунт на Gala Games то есть просто скачиваем игру и нажимаем Play почему я считаю танки один из лучших проектов по Play2Earnу для новичков это простота то есть мы заходим в игру у нас нет никаких NFT мы ничего не покупали соответственно как будет строиться заработок мы заходим в гараж и у нас будет кнопка пилот то есть нажимаем кнопку пилот и все каждый новый бой мы будем получать рандомный танк от человека который купил NFT заработки конечно будут таких танков небольшие но для того чтобы познакомиться с проектом и начать хоть что зарабатывать это более чем достаточно то есть мы нажали кнопку пилот сейчас будет рандомный танк нажимаем поиск и посмотрим вообще в целом как устроена игра то есть посмотрим геймплей после того как нашел собой то есть мы видим танк который нам выпал на рандоме показан капитан этого корабля этого танка да но в принципе нам равенца особо нет после чего мы выбираем обилки которые будут нашего танка тут показана карта показана командная битва и нам осталось только выбрать что мы хотим брать то есть допустим беремся вот это не знаю давайте что взять давайте телепорт возьмем но я не успел взять телепорт хотя в принципе для артиллерии это топовая вещь мне нужно было хилку брать и телепорт но я пока заговорился соответственно потерял часть боевой мощи то есть мы должны сейчас поукать максимально у них есть кстати тоже неплохие танки чтобы поукать сейчас видите пытается хилку взять тут основная задача это убивать вражеских оппонентов то есть мы играем 3 на 3 бои как вы видите идет тайминг есть разные карты разные режимы нужно тут конечно подстраиваться под команду то есть допустим меня пробили есть хилка давайте быстренько попробуем взять ее пошли вот турельки то есть это обилки которые вот в начале раунда мы берем у них тоже дальнобойные танки то есть у нас нет какого-то преимущества тут есть танки в инвизии я кстати кинул гранату неплохая вещь но она такая довольно таки спорная давайте кинем гранату да пытаемся продавливать нам главное сделать пару убийств то есть основная задача для того чтобы зарабатывать это естественно нужно побеждать вот сейчас главное не отлететь еще бы было бы тоже неплохо то есть видите у нас первый минус 1-1 на этот танк нельзя попадаться вот видите он пытается со мной стыковаться там уже сзади обходит так ну проблема то что я не взял хилку да буду несколько раз говорить бои быстрые они динамичные но понятное дело если там поиграешь там не знаю 3-4 часа там как любая игра может надоесть но некоторые могут играть и много как бы это нужно понимать так закидываем какая-нибудь рандомная граната было бы неплохо но видите мы 3-1 мы пока лидируем наша задача то есть наша задача какая это наверное просто зонить максимально то есть у нас есть два танка которые позволяют это делать главное чтобы здесь сейчас у нас на левом фланге нормально отстрелял то есть хилку взял пробили гранату хорошо кидать под какой-то заспам то есть допустим там летит какие-то выстрелы да люди просто не видят и граната может хорошо зайти главное сейчас не пропустить вот этого инвизора потому что у него у меня 7 900 хп если он заряет полностью свой выстрел там такой лазер летит он может и ваншотнуть вот видите он тут в инвизе гоняет и вот вижу могу помигать нашим ребятам я в принципе правильно понимаю как он двигается накинул гранату кстати и взорвал на самом деле рашид нет смысла потому что у нас вот 30 секунд надо гранату на отступление давать это вот эта ошибка потому что нас могут сейчас просто заулынить 4-2 25 секунд я сейчас буду просто пытаться здесь максимально стоять наверное как-то подзонивать потому что мпд надо будет скоро рашить вот видите они раши потому что у них уже время поджимает но вот этот раш он как бы чреват нам сейчас главное не умереть отлично мы еще убиваем но это победа то есть видите просто отзонили у нас особо не ошибались и что мы получаем то есть мы получаем сейчас поинты которые будут конвертироваться в токен раз в сутки они автоматически конвертируются об этом чуть позже и заработали новый ранг то есть теперь у меня серебро 1 после победы мы получаем видите поинты то есть поинты будут зависеть от танка который нам выпадает и количество боев которое было отыграно на этом танке плюс наш хонор и наш рейтинг мы получили 172 поинта что по 172 поинта по факту для того чтобы получить один токен силк нам нужно будет 1000 поинтов это конвертируется раз в сутки автоматически то есть эти поинты будут сами уже превращаться в токены давайте посмотрим как это все выглядит на сайте гала геймс можно посмотреть как поинты конвертируются в токен силк токен силк это основной токен проекта который можно продавать либо покупать NFT за этот токен и тут показаны все действия которые были то есть отыграл получил токен за вчера я получил 6.8 токена лучший мой результат это было больше месяца назад потому что я не играл это 23 токена если посмотрим 23 токена это 7 долларов то есть видите токен торгуется можно посмотреть его динамику за год в принципе он держится довольно таки уверенно то есть понятно что у него какая-то была пиковая стоимость когда там токены листили но токен так не будет держаться на таком рынке я думаю каждый из вас это должен понимать дальше у нас будет инвентарь те токены на кошельке проекта можем заклеймить в сеть гири в этой сети можно покупать будет на маркете себе там инфки если захотим либо уже будем выводить но выводить это все дело в эфире скоро у гала геймс то есть ну не скажу что там сегодня-завтра но они обещают сделать типа моста там будет уже минимальные стоимости по транзакциям потому что эфир эта сеть довольно таки дорогая в игре присутствует система хонора от нее строится заработок эта система как бы сдерживает просто людей которые собираются продавать каждый день токены тут непростая система то есть максималка 1200 хонора я получаю 100% наград именно в поинтах и получаю в токенах чем меньше будет хонора тем меньше буду получать поинтов за активность в разных факторов это покупка NFT либо участие в боях мне будет отдаваться хонор на всех аккаунтах которые играли до этого у них должно быть 1200 хонора на новых аккаунтах у них будет 300 хонора а тут будет показана система как этот хонор начисляется я еще приведу медиа источники как зарабатывать хонор и как он теряется для того чтобы вы понимали если вкратце и до вкратце для начала давайте покажу как вообще влияет хонор на заработок и в целом как влияет рейтинг как влияет части тела для того чтобы правильно понимать сколько токенов можно будет зарабатывать тут все довольно таки просто это калькулятор в многих проектах он существует это сделали не знаю там разработчики либо любители данной игры и соответственно тут все детально просто можно понять есть рейтинг чем выше рейтинг тем больше награды то есть я буду опираться на ну наверное такой базовый рейтинг это герой 1 как видите это не в топе это где-то чуть ниже середины дальше допустим мы делаем 5 первых побед в день у нас максималка 1200 конора дальше давайте рассматривать какой-то анкамоновские танки то есть видите анкамон вторая генерация то есть это генерация которая сейчас выпускается то есть это не генезис дальше идет система прокачки у каждого танка когда вы прокачиваете уровень есть срабатывание которое там хороший результат плохой там перфит и так далее то есть мы будем рассматривать средний уровень то есть грет дальше танк будет прокачан видите на 30 уровень на максималку и за 5 игр то есть мы можем посмотреть мы получим 29 тысяч поинтов то есть это 29 силков если переводить то есть видите это 9 долларов что будет если у нас будет допустим уже не 1200 хонора а 1100 то есть смотрим как видите уже 26 токенов то есть это чтобы вы понимали разницу если допустим у нас будет там 600 хонора то есть видите уже 14 уже 4 доллара то есть хонор напрямую будет зависеть ваш заработок то есть чем выше хонор тем больше вы зарабатываете давайте сейчас еще раз посмотрим 1200 это 29 допустим если у нас рейтинг не герой 1 а допустим легенда 1 то есть видите уже будет 43 токена то есть да давайте сразу посмотрим сколько это в долларах то есть это уже 13 долларов а если допустим у нас будет танк получше то видите цифры тут больше как вы поняли в танках будет решать много факторов именно по заработку это рейтинг хонор части тела прокачка их и так далее то есть это все идет в совокупности тут стоит добавить еще по хондру что будет когда мы будем снимать токены система тут конечно довольно таки запутанная на первый взгляд но в дальнейшем все становится просто тут идет процент токенов которые мы будем снимать допустим у меня на аккаунте сейчас 125 токенов силк если я захочу снять 50% я потеряю 50% моей чести то есть чем больше у меня токенов будет на кошельке там идет просто процент который вы хотите снимать соответственно снимать маленькие суммы невыгодно потому что идет уменьшение в процентах от хонора есть элементы которые позволяют обходить систему хонора то есть допустим мы снимаем не токены напрямую а за эти токены покупаем в NFT покупаем себе допустим какой-то танк который сейчас по скидке увидели тут вели токен силк и купили его то есть хонор не будет сниматься мы просто купили себе NFT и это NFT потом можем продать то есть хонор не будет из-за этого снижаться то есть есть разные рычаги которые могут люди как раз таки пытаться по-разному обузить то есть ловим акции покупаем либо оставляем для себя для большего заработка и в принципе развиваемся в этом проекте да там наращивая NFT если вам игра нравится то есть вариантов много по системе хондра я думаю все максимально понятно то есть маленькие суммы выводить нет никакого смысла проще накопить побольше и выводить уже в каком-то проценте для того чтобы максимально эффективно соблюсти данный баланс как вы уже поняли то есть когда мы нажимаем кнопку пилот это будут рандомные танки и рандомный заработок за каждую победу потому что там будут напрямую зависеть разные факторы то есть какой танк выпадет победили не победили и сколько побед сделали уже на этом танке потому что эффективное начисление поинтов идет за первые 5 10 15 боев то есть каждый последующий бой дает меньше поинтов и больше там 20 игр 15 нет смысла играть на любом танке что он ваш что он арендованный еще давайте немножко пройдемся вообще как можно максимально лучше зарабатывать в игре конечно первое это купить себе NFT дальше их прокачать до 30 уровня и на них зарабатывать то есть за ивенты которые были в проекте у меня есть какие-то видите NFT если посмотрим то есть видите это коммунки давайте сразу покажу систему улучшения как работает потому что многие аудитории которые купят себе NFT они начнут неправильно качать как сделал я вначале на своих первых танках то есть на вот этих то есть нажимая улучшение и то есть видите у меня показано отлично если я нажму обновить давайте посмотрим что выпадет дальше то есть видите отлично это средний результат есть превосходно есть идеально и разница смотрите какая то есть было 31 стат стало 47 то есть я могу ловить еще лучшее значение то есть самое крутое по факту чем лучше прокачан танк тем больше на нем будет поинтов и чем он будет сильнее потому что каждый стат как видите он дает неплохую разницу это что по прокачке еще также стоит добавить то что если мы не будем покупать себе танк как лучше зарабатывать не вкладывая ничего в игру другое альтернативное решение которое позволяет зарабатывать без вложений и оно самое лучшее на данный момент это взять напрямую танк в аренду то есть заходим в дискорд гала геймс заходим вкладку пилоты это уже владельцы танков которые не хотят на них играть эти танки еще не прошли ни одного боя то есть это будет максимальное количество поинтов которые вы можете заработать а следственно силка в день то есть тут решают все факторы количество вашего хонора дальше как у вас рейтинг чем выше рейтинг тем вам будет проще взять танк в аренду то есть минималка которая обычно требуется это золото то есть для начала нужно будет дойти до золота дальше либо уже писать что я хочу взять танк в аренду такой-то опыт такой-то рейтинг и вам напишут либо можете посмотреть какие танки есть и написать уже напрямую что я возьму этот танк отыграю какое-то количество боев и тут будет распределение то есть некоторые дают под какой-то процент некоторые дают 50 на 50 то есть 50 процентов поинтов которые вы получите это будет ваше есть там где 30 процентов то есть максималка это 50 ну и в принципе я так почитал что обычно все дают 50 на 50 самое адекватное решение на этом заработки будет намного выше то есть вы тут уже можете посчитать то есть какой танк предлагают вот видите тут идет 50 на 50 дальше этот танк вы можете посмотреть по прокачке его вводите вводите рейтинг вводите свой хонор и будет показано сколько силков вы получите за 5 побед и от этого можете построить заработки намного выше то есть это самый именно выгодный путь тут много теоретических знаний потому что под каждого игрока построить его заработок не выйдет тут можно зарабатывать и 10 и 20 и 50 долларов в день потому что нужно понимать то что вы можете взять не один танк вы можете взять 5 танков 10 танков количество вашего времени сколько вы можете уделить будет зависеть только от вас больше добавить нечего друзья напишите что думаете по данному гайду я еще набью рейтинг буду брать какие-то танки в аренду прокачаю свой танк докуплю какие-то еще танки и буду показывать если вы поддержите хорошим количеством лайков эту рубрику на этом все лайк подписка и удачи субтитры